В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день октября с погоды. От нуля до плюс пяти. Ночью и утром в горах на дорогах гололедится. Черкесский дождь, ветер западный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днем 8-10 градусов тепла. Одной из главных задач прокуратуры является реальное восстановление прав в случае выявления нарушений закона. Об одном конкретном случае нарушения закона, а именно возвращения незаконно переданных земельных участков, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой, расскажет прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Карачаева Черкесии Белла Дзыба. Доброе утро всем. Доброе утро, Белла. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сегодня мы будем говорить о конкретном реальном случае, которым занималась прокуратура. Я знаю, что одной из главных задач прокуратуры является реальное восстановление прав в случае выявления нарушений закона. И нам стало известно, что прокуратура Карачаева Черкесии в судебном порядке добилась возвращения незаконно переданных земельных участков муниципалитету города Черкеска. И мне бы хотелось, чтобы вы об этом случае конкретно подробно рассказали. Земельный участок этот расположен в городе Черкесске на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Площадь его составляет свыше 8 тысяч квадратных метров и находится он в рекреационной зоне. Данный земельный участок в нарушении требований законодательства был передан в собственность гражданину на основании договора купли-продажи без проведения торгов, так как на этом участке у него находился в собственности объект недвижимости. Это здание физкультурно-оздоровительного комплекса. При этом меньше, чем через два месяца после заключения договора купли-продажи этот объект капитального строительства был снят с учета. В ходе проверки прокурорской было установлено, что на момент заключения договора купли-продажи этого строения не существовало. Разница между той суммой, которая была уплачена в бюджет муниципалитета и реальной кадастровой стоимости земельного участка составила более 11 миллионов рублей. Суд признал недействительным договор купли-продажи 2016 года, обязал мэрию муниципального образования города Черкеска вернуть гражданину сумму, которую он заплатил за данный земельный участок в размере 239 тысяч рублей, а управление по имущественным земельным отношениям мэрии муниципального образования города Черкеска произвести прием-передачу. То есть мы обратились в суд для того, чтобы вернуть незаконно переданный земельный участок, но решение суда в законную силу пока не вступило. Мне бы хотелось узнать, все ли незаконные сделки с землей, допустим, прошлых лет, можно оспорить в суде? Ну, согласно статье 196 гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет 3 года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 гражданского кодекса. В силу части 1 статьи 200 гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. В случае, когда речь идет о прокуратуре, мы в каждом случае обращение с исковым заявлением в суд должны мотивировать момент, когда нам стало известно и когда стало известно материальному ИСУ по делу. Ну что же, я благодарю вас за полезную информацию, полную информацию. Желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Сегодня необычный день. День вдыхания осеннего воздуха. Вдыхать осенний воздух, свежий, холодный и бодрящий, не только приятно, но и полезно для легких. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Крачаева Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.